В Актюбе с двухдневным рабочим визитом приехал уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов. В программе приема актюбинских предпринимателей, встреча с правозащитниками, участие в круглом столе. Главная цель всех этих мероприятий – защитить права бизнеса. Для некоторых актюбинских бизнесменов эти дни особенные, ведь в регион приехал главный правозащитник предпринимателей страны Рустам Журсунов. Первым делом он провел личный прием бизнесменов. Последние пришли во всеоружии. Кейсы из проигранных судебных разбирательств, предложения по внесению поправок в законы и многое другое. Все проблемы насущные. Прокуратура выявила, что подрядчикам незаконно было выплачено коэффициент зимнего удорожания, тогда как строительные монтажные работы проводились в среднее время. И на основании этого заказчики, на основании представлений, предписаний прокуратуры, заказчики обратились в суд с обзысканием коэффициента зимнего удорожания. Это незаконно взыскивают, потому что конкретно в нормативном акте в этом НДЗ написано, что зимние удорожания оплачиваются круглогодично, независимо от времени проведения строительных монтажных работ. Однако суды нас не услышали. Такая проблема возникла у восьми октябинских подрядчиков. В суд проигран выплаченный штраф и до шести миллионов тенге. Несмотря на невозможность обжаловать судебное решение, столичный бизнес-омбудсмен обещал помочь восстановить репутацию строителей. К сожалению, вы не можете подать кассацию в связи с тем, что сумма маленькая. Это закон. Вместе с тем генеральный прокурор может подать. Подготовьте, Конышбек, от нас обращение на имя генерального прокурора с фактами. Что есть такая практика. Она незаконно ущемляется в права наших предпринимателей. И попросите внести кассационный протест на эти решения. Хорошо? К делу подключился и правозащитник Национальной палаты предпринимателей. В некоторых регионах вопросы решились мирно. Они отозвали иски. В некоторых регионах суды поддержали позицию НПП, позицию защитников. А в некоторых, в Октябрьском, у нас такая ситуация. Всего со своими проблемами на личный прием к уполномоченному по защите прав предпринимателя Рустаму Журсунову обратилось 15 бизнесменов. Были затронуты темы налогоблажения, оплаты зарплаты учителей частных школ, работающих по госзаказу, регулирование цен на дистоплива. Инкара Карашаева, Женадир Сагиев, телеканал ОКТОБЕ.